Окей, let's go! Потому что все откатают недельные цели, бонусы в понедельник и со вторника дают новые цели и бонусы. Мне ничего не дали, время 5.30, я уже готов. Вот поел, позавтракал, кофе с собой взял уже, теперь можно выйти на линию. Все готово, вот поземной у меня готов, нету никаких там целей, только гарантия, там в 7.30 начинается. У нас подключен 2 тарифа, подключаем, друзья, эконома, с утра она того стоит, кафе горят 90, время 5.29. Как я сказал, сегодня вторник, 2 июля. Все у нас готово, друзья, мы начинаем сегодняшнюю смену, постараюсь, чтобы без перерыва, перерыв будет обязательно во время обеда, а так я стараюсь, чтобы откатать 19 часов с 5.30, наверное, до 6.00, вот так, если будет перерыв, там полчаса. Всем вам хорошего просмотра, друзья, нам хорошей кассы, хороших пассажиров от вас, лайк, подписка на мой канал и обязательно комментарии. Я жду, друзья, поставьте видео на паузу, подписываемся, поставим лайк под этим видео и напишем в комментарии, сколько вы зарабатывали за сегодня, вторник, 2 июля. Вам хорошего просмотра еще раз, мы начинаем сегодняшнюю смену, поехали, друзья. Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк Эксперт Парк. Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. Они подключают всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка, это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокоруб, термокоруб доставляется по всей России бесплатно. Четыре вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время. За приведенного друга можете зарабатывать тысячу рублей. Они начали сотрудничать с парковых самозанятых, они подключают самозанятых водителей. Эксперт Парк 2.0. Не забирает ни копейки, недельные бонусы, цели, лужи, ничего не забирает. Всего лишь будете платить 50 рублей и работаете, зарабатываете. Собственный колл-центр 24 на 7, они отвечают на все ваши вопросы, они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одной из самых крупнейших таксопарков во всей России. Эксперт Парк. Подключайтесь. Все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Что за заказы с Артема? 35 километров, друзья, вы представляете? Вот я сейчас вам показываю этого заказа. В аэропорт. С кэфом, то есть платной подачи, плюс 350 мне дали этого заказа по тарифу эконом. Но пока что тишина, ждем заказа, друзья. С утра по безналу многие не катаются. О, вот первый заказ, майора Флиппова, один с корпус первый. Принимаем, едем, чтобы поддаваться, друзья. Завершаем первую поездку. Вообще-то надо было ехать на Остряково, но у пассажира изменились планы. Завершаем. Ну-ка, сколько будет по сумме? Ближе к 400 должен быть, если не ошибаюсь. Да, 41 рублей. Первый заказ. Нормально. Ну, в пути были там 25 минут. Я уже, когда был в пути, отключил эконома. Давайте подключаем, а то нет смысла с утра в такой момент все кататься на экономе. Приехали на Жигура 12А. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приехали на Калинии на 55. В пути были 10 минут. 342 рубля, друзья. Время 7.32 уже, 7.33. Мы на черной зоне. Мы на черной зоне. Ну-ка. А, нет. Еще надо чуть-чуть пройти, оказывается. И можно принимать заказ в черной зоне. До этого момента сделано 7 заказов. Короче, принял заказ по тарифу эконом на Востерецово 10D. С черной зоны едем на черную зону, короче. Надо отключить эконома. Это по тарифу был эконом. И сумма сколько будет? Ну-ка, посмотрим. Сумма. 422 рубля. А с кэфом был 100 чем-то рублей. Если не ошибаюсь. Ну, примерно будет 600 или 700 чем-то рублей. Это поездка. Приехали на КПП. Завершаем поездку. Ну-ка, посмотрим, сколько будет эта поездка. Спасибо за поездку. 487 рублей 65. Всего лишь у нас бонусы. Ну, ничего. Мы на черную зону. Можно выйти на линию. Когда я был уже в пути, я отключил тариф эконома. И ждем, как обычно, 5 минут. Если не будет заказа, подключаем эконома. До скольки? До 8. Ну, следующий до скольки? Ну, не знаю. Ну-ка. Да, у нас отключен эконом. Завершаем следующий заказ. С черной зоны приехали на карьерная. Ну-ка, сколько будет по сумме? 426 рублей. В том числе, 84 рубля бонус. Ну, нормально. Мы на карьерное. Здесь, в основном, будет хороший кэфе. Выходим на линию. Надо отключить эконома. А, у нас отключен эконом. Оказывается, этот заказ был по тарифу комфорт. Да. По тарифу комфорт. Нормально. Вот как это понять? Я подъехал на Красное Знамение 46. Изначально был указан Красное Знамение 46. Я уже подъезжаю на месте. Изменяется точка подачи. Красное Знамение 44. Будем звонить пассажиру, чтобы сказать, я жду возле Красного Знамения 46 дома. А не 44-го. А то там пробки. Обратно заехать туда. Я потеряю там 15 минут примерно. Для связи с клиентом наберите добавочный номер. Абонент сбросил звонок. Как это понять? Ну, тогда будем написать. Здравствуйте. Доброго дня. Я жду вас возле Красного Знамения 46. А вот он подъехал. Приехали на остров Науки. Корпус Л. Завершаем поездку. 471 рублей. В пути были почти 20 минут. Пассажир сам подъехал. Все было нормально. Ничего не было. Никаких разговоров. Он был в наушниках. Даже я когда сказал, конечный адрес, он даже не ответил. И хотел оценивать. Ну, вроде нормально. Тишина. Надо подключить эконома. Это был Топатри Комфорт. Без коэффициента. Ждем, ждем. Вчера тоже была хорошая погода во Владивостоке. Сегодня тоже так же. Прям солнечно. За бортом 24 градус. Вчера даже был больше. Там 27-28. Время пока еще без 10-11 почти уже. Иногда я проезжаю отсюда. Ничего не видно. Туман. А вот иногда, когда проезжаю. Хорошая погода. Вот такая красота здесь. Красота, да? Если, те, кто не знает, по высоте русский мост в мире на третьем месте. Это доказано. Можете зайти в Google, поискать. Если правильно, напишите в комментарии. Если нет, можете исправить. Как бы, может быть, я ошибся. Либо по высоте, либо по длине. Как бы, точно не знаю. Наверное, по высоте. Первое место это тот, который на Сан-Франциско. Который в Америке. Тот, наверное, первый. На первом месте в мире. Я еще раз приехал на Дальневосточный федеральный университет. В кампус, короче. В этот раз, более-менее, с коэффициентом 619 рублей. По тарифу Комфорт. Здесь нету опять КЭФа. Что делать? Что делать? Подключаем эконома. Посмотрим, что там. Есть заказы? Нет заказы? Ждем чуть-чуть. Где-то там буквально 15 минут, 10 минут. Будет-будет. Нет-нет. Можно даже зайти в приложение Максим. Че там? Как там? Есть заказы? Нет заказы? Если нету в Максиме тоже, то потихонку надо передвигаться в город. Здесь нету смысла подождать. Ну-ка. Остров Русский. Предварительные заказы только в 16, 17, 00, в 14, 10. Вот этот хороший заказ будет. Откуда? Ага. Не-не-не. Не стоит. Там просто по дороге в Тобизинамис. Здесь тоже как бы не стоит. Там грунтовка. Короче, нету заказа ближайший. Выходим. Время обеда надо поесть. Поездка не оплачена. Какой поездка? Второй. Это тоже поездка. Вот с утра вот это тоже не списалось. Вот поездка не оплачена в 6. Это тоже не оплачено. Ну, хорошо, что у меня платина. И если что, если за 72 часа не спишутся деньги, то Яндекс должен компенсировать. Потому что я катаю только по Безналу. В городе СКФ. Давайте лучше передвигаемся в сторону города, чем здесь просто потерять время. Наши каждую минуту стоят деньги. Приехали на Толстого 25, Бурачка 17. Эконом в своем репертуаре. Короче, завершаем поездку. Не буду показывать пассажира. Но я буду ставить единицу. Здесь нету, как бы, можно как бы испачкать салон. Также можно отмечать. Потому что неприятно запах у пассажира. Вообще, это меня бесит. Вот эконом сразу видно. Время 13.00, друзья. Я уже сколько часов на линии. В 5.30 я начал сегодняшнюю смену. 7 часов 30 минут я уже на линии. Время обеда будем поесть. И дальше будем продолжать смену. Пацаны меня там ждут. Написали, звонили, сказали, что пить арк-кафе на небу-то. И там будем сейчас поесть. Чуть-чуть пообщаться. Наверное, перерыв будет час. И дальше выхожу, продолжаю смену. Прям горит хороший кэфе в городе. Надо уйти с линией обязательно. И выходить с предложений. Чтобы не заблокировал Яндекс. Все, короче, поели. Выходим на смену. Продолжаем вторую часть. Все машины здесь. Вот Джак. 51-й. Тиго Черри. Все подключили там комфорт, комфорт плюс. И ждем заказа. Первый дал на Джак G7. У него приоритет по комфорт плюсу 27. Второй у него 24. А у меня 13. У Мизроба 16. Ждем. Привет, передайте, пожалуйста, пацаны. Ютубу. Здорово, здорово. Все ждут, да, заказы? Всем привет. Ассаламу алейкум. Короче, мы на Нейбута. Здесь нету толк ждать по тарифу комфорт и комфорт плюс. Подключил эконома. Принял заказ. С Нейбута 39 к FM 160. Едем, чтобы поддаваться. Те, кто катается на Приус, мы уже подключили. Мизроб и я. Тариф эконома и получили заказ. Мизроб получил там с КФМ плюс 430 на Шамбалу. Первый заказ у меня отменен. Вот второй принял. С Нейбута 4. Едем, чтобы поддаваться. А те, кто катается на китайских машинах, они там ждут по тарифу комфорт и комфорт плюс. Ну, Нейбута, Спайни район. Здесь по тарифу комфорт и комфорт плюс. Очень редко будет заказы. Именно в этот момент. Под утро и под вечер будет заказ. Но в обед нету. Ну, продолжаем. Перерыв был полтора часа, друзья, у нас. Время 15.30, друзья. Короче, у меня был перерыв. Знаете, сколько в час я начал сделать обед? В 2 часа 30 минут у меня был перерыв. Почему? Потому что я приехал на Луговая. Здесь по делам, по документам. Скоро я должен приехать семья. Зашел, как бы, уточнил, доделал. Вот теперь дальше, дальше. Вторую часть, вот теперь начинаем, друзья. 15.30. Сколько? 2 часа 30 минут был перерыв. Сколько я теперь должен откатать? Сейчас скажу. Вот, короче, вот этот заказ я сам пропустил на Нейбута. Два заказа был отменен, Нейбута 39, а второй там Нейбута 4 должен был на Глубиновича. Короче, все. Теперь можно выйти. Надо пахать. Буду работать до 8, наверное. Именно в тот момент будет ровно 12 часов я буду на линии. Нам дают вот такой заказ на большой камень по тарифу Comfort Sky FM Plus 670. Принимаем. Поехали. Ну-ка, у меня есть промокод в этом таксопарке. Надо проверить. Ну-ну-ну. Промокоды 3 часа, 1 час. 1 час ненужной комиссии будем использовать. И все. Придвигаемся в сторону пассажира. Нажимаем на месте. За этот заказ всего лишь будем платить 1 рубль в Яндексу. 50 рублей. Утром мы уже оплатили в эксперт парк. Они с этого заказа ничего не забирают. Как приятно. В пути были 1 час 35 минут. Приехали на большой камень Березовая 26 по адресу на частный дом. Вот Березовая 26. Мои пассажиры. 3 872 рубля. Рубль мы потратили на этот заказ. 3 872 рубля осталось у нас на кармане. Мне не надо никаких здесь целей. Посмотреть цели. Ну-ка. За 175 500. Спасибо. Короче. Надо подключить тариф эконом. Межгород. Пока что не буду ставить кнопку домой. В первую очередь надо заправить машину. А потом дальше выходим в обратный пути по кнопке домой. И зайдем в приложение Максим. Оттуда тоже что-нибудь будем ловить. Ну-ка. Вот. Мы приехали на большой камень. Здесь тоже кайфы горят. Бензо. Ну не знаю за сколько надо заправить. Через приложение или обычно. Сколько у нас на кассе. Ну-ка. Сколько мы потратили на последнюю поездку. Как ему сказали. Рубль. Сборы. И все. Из них еще не поступило на баланс. 1800. Ок. Ну нормально. Вот такой заказ. Сейчас еще обратно может быть что-нибудь будем ловить. И продолжаем. Давайте вот здесь будем заправить машину. Думаю нормальная заправка. Не знаю за сколько заправить. На 1000 наверное хватит. Чтобы доехать до Владивостока. Все заправили. На 1000 рублей. 20 литров 92. Дальше вот теперь продолжаем. Я хотел заправиться на бензо. Через приложение. Но знаете. Бензо у них репутация не хорошая. Поэтому я заправился здесь. Как-то более-менее нормально. Но все равно. Самый хороший бензин наверное во Владивостоке. Но есть может быть здесь тоже. Просто по карте я вообще не видел. Ни одного заправки кроме вот как Владойл и там бензо. Вот теперь надо поставить кнопку. Ну и вот на главной дороге. Я сейчас вам буду показывать город чуть-чуть. Пока что ставим кнопку. Все поставил кнопку домой. 107 километров. Полтора часа нам показывать. Чтобы ездить до Владивостока. Ну нормально. Нормально. Надо зайти в Максим. Где-нибудь припарковаться. Здесь нельзя припарковать машину. Где-нибудь сейчас будем припарковать. И будем ловить заказы через Максим. Ну посмотрим. Есть, есть. Нет, нет. И все. В Максиме нет ни одного заказа, друзья. Я очень много увидел машины, которые наклеены. Вот Максиме я думал, что будет хотя бы какой-нибудь заказ. А оказывается нет. Все. Выйди. Выходим. И дальше. Ну ты скажи, что хочешь припарковать свою машину. Я отодвину. Без сигнала, без ничего. Просто отдают назад и все. Поехали, друзья. В город Владивосток. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Пока, ребята!